Доброе утречко всем! У нас чудесный солнечный день, пятница, как всегда, конец недели, поэтому настроение такое совсем уже выходное, расслабленное. И я живу около ботанического сада Рижского, и каждый день хожу мимо и смотрю, что там за забором, цветет или не цветет. И последний раз, когда была там, начинали зацветать рододендроны, но еще очень слабо. А вот буквально вчера прошла мимо и смотрю уже столько цветных таких пятнышек рододендроновых, рассеянных по всему ботаническому, там около забора много растет. И решила, что сегодня у нас с вами такое целевое будет видео, поход, посмотреть именно на то, что цветет, но в основном, конечно, на рододендроны. В общем, кому интересно, идем вместе, это будет максимально такое релакс-видео. И не затягиваем. Давайте вперед. Ну вот мы и в саду. Иду сейчас по такой лесистой части, потому что в конце ее как раз будут уже начинаться поляры додендронов. Рядом дорога, будет Шуна. Сад находится прямо, можно сказать, в центре Риги. Ну, тем лучше, что он такой. Есть островок зелени у нас. И что ж, давайте гуляем, смотрим, что и как. Сегодня небольшой ветерок. Может быть, временами это будет мешать звуку. Но постараюсь поменьше болтать. Кстати, о звуках. Звуки природы. Такие здесь повешены палочки. Они тут шумят. Черемуха у нас уже отсвела, а сирень как раз в самом цвету. Сирени, рододендроны. Так что есть на что посмотреть. Я по-прежнему прохожу ботанический сад по абонементу, который мне на целый год дает возможность бесплатно проходить и проводить еще одного человека. Так что это очень полезная вещь. Вот она, тресогрузка, символ Латвии. Так, вы ее видите? И тут же скворушки собирает червячков. В ней сейчас такой период строительства гнезд, разнорожения. В общем, я сна. Сегодня здесь немного людей, что мне очень нравится. Поэтому прихожу всегда, стараюсь в такие вот, в рабочие дни, чтобы спокойно походить, пофотографироваться, полюбоваться. А так, здесь всегда хватает мам с детьми, пожилых людей, учеников, экскурсий. Потому что, ну где еще полюбоваться на все такое красивое? Хотя нет, есть у нас рододендрайри, бабита. И я туда тоже собираюсь съездить на следующей неделе. Так что у нас будет ряд таких цветочных видео. Птицы так красиво поют. Люблю папоротники. Когда их видишь, сразу что-то такое на генетическом уровне срабатывает. Вот они, древние растения. И кажется, что сейчас отсюда выбежит какой-нибудь маленький динозаврик. Лучше маленький, чем большой. И вот мы уже подходим к такому саду города Дендронов. Их здесь на территории, наверное, примерно три. Они расположены в разных местах, но ближайшие два будут у забора. К сожалению, поэтому шумы города вы будете все время слышать. А хотелось бы такой, знаете, совсем тишины. Полюбоваться на все на это. Потому что восхитительно, конечно, ощущение природы и в то же время какого-то парка. Заодно собираюсь пофотографироваться. Сделать селфи, так сказать. Лучше, конечно, когда кто-то тебя фотографирует. Но когда нет такой возможности, и это хорошо. Чем мне нравятся рододендроны, что они абсолютно самых разнообразнейших расцветок. Форма цветка тоже немножко иногда отличается. Какие-то мельче, какие-то крупнее. Но, конечно, самое прекрасное это вот то, что они такие разнообразные в своем цветении. И некоторые очень сильно пахнут. Вот эти желтые сильно пахнут. А сейчас мы с вами прямо погрузимся внутрь зарослей. И погуляем там, посмотрим, что там у нас внутри. Какие цветы. Вот эти очень крупные, такие декоративные, белорозовые. Прекрасные. Наверное, мне стоит не выключать фотоаппарат. И просто вот так с вами прогуляться в режиме такой онлайн прогулки. Но тут у меня неожиданное препятствие. Тут упавшее дерево, оно довольно большое. Я его обойду, а потом мы с вами не спеша прогуляемся. Ну вот давайте зайдем с этого места. Как видите, рододендроны, они иногда как деревья. Ну, такие похожие на сирень по высоте. И стволы у них такие толстенные. Вот это очень высокое. Замечательно смотрится. А есть и такие низенькие кустики. А вот какое-то дерево красивейшее у него листва. Смотрите, прямо горит красным. А рядом какие-то буквально салатовые деревья. Вообще, конечно, вот это время, оно исключительно красивое. Все такое свежее. Все такое не уставшее, не запыленное еще. Просто красота. Ну, да. Да. А да. Продолжение следует... 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 На территории Ботанического осталось несколько старинных зданий, которые были здесь и сто лет назад. Они тогда были, наверное, частью постройки этой усадьбы, которая здесь была, такая дачная усадьба. И потом хозяин продал государству эту территорию. В результате возник Ботанический сад, что, по-моему, замечательно. Вот здесь обычно такие очень яркие кусты, но я смотрю, их сильно обрезали в этом году, потому что, ну, не знаю, по какой причине. И теперь тут как-то немножко выглядит куца. Ну, это с левой стороны, а справа все-таки есть заросли, в которые мы с вами тоже можем нырнуть, что мы сейчас и сделаем. Помните, в прошлый раз мы гуляли, я вам показывала вот эти бутончики, которые сейчас уже распускаются и превращаются вот в такие красивейшие ярко-оранжевые цветы. Ну, и еще нужно буквально, может быть, пару дней, чтобы они распустились до конца. Срок цветения у нас в Латвии примерно где-то с 15 мая до 15 июня. Поэтому, кто хочет полюбоваться, не затягивайте в Рижане, приходите. Здесь можно очень хорошо отдохнуть. Мы снова нырнем в заросли. Вот такой прямо свет, как у сирени. Такой нежно-сиреневый. Хотела сказать лиловый, фиолетовый. Ну, чувствую, что что-то не то говорю. Такой нежно-сиреневый. Псички тут хорошо поют. Субтитры сделал Dima С Субтитры сделал Dima С Субтитры сделал Dima С Ну вот и белая сирень наконец расцвела, мы с вами потихоньку уходим вглубь сада и будет все тише и спокойнее. Кстати я смотрю что оранжерея Азали по-моему открыта, была закрыта. Посмотрим, может быть мы туда заглянем. Не могла пройти мимо и не поснимать вот такой красивый каменный садик. Альпийские горки, так называемые. Здесь посажены различные низкорослые растения, много камней и они все замечательно цветут. Вот и местный прудик. Не только пчелы и шмели летают над ортодендронами. Смотрю какие-то мошки. Наверное их тоже привлекает запах. А вот здесь явно что-то недоносное, потому что пчел здесь невероятное количество. Хотя это тоже какая-то разновидность рододендрона. Краснова. ... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто человек шел, ничего не говорил, снимал, и это потрясающе, как будто ты сам гуляешь вместе с ним. Я думаю, что я оставлю ссылку под видео, потому что... Ну, это просто прекрасное видео, на мой взгляд, и я думаю, вам будет интересно его тоже посмотреть. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот мы с вами посмотрели довольно много рододендронов, и давайте теперь подойдем к сирене. Невозможно ее не заснять, потому что... Да просто потому что оно прекрасно, оно мною любимо, а по дороге там еще будет каштановое дерево. Так что сейчас идем ближе к оранжереи. Я подумала, знаете, чем хороша прогулка на природе и вот созерцание какой-то красоты? Это отключает мысли, всякие наши дурацкие страхи, наши какие-то там волнения. Ты ходишь, как в какой-то медитации. Отключаешься, и на душе становится спокойно и легко. Просто посидеть где-то на скамеечке, подставив лицо солнышку, почувствовать, какое оно теплое и ласковое. Сейчас мы идем в рощу сирени. Цветки каштана, я надеюсь, тоже я смогу заснять. Здесь довольно высокие деревья, а вот сирень здесь спускается до самой земли. Надеюсь, она уже распустилась полностью. На солнце, да, а вот в тени еще не совсем. В детстве это был мой любимый цветок. Еще мне нравились пионы. На каштанах всегда был, вот прямо изумлял своей красотой. Смотрите, какое громадное. Каштановое дерево. Наверное, ему уже очень много лет. А вот и кусты сирени. И да, она еще не распустилась. Здесь немножко такое место в тени. Но когда это произойдет, все обычно здесь фотографируются. Потому что в районе у нас тоже очень много сирени, но ее обычно снизу обламывают. А здесь она вот до самой земли. Получается красивое фото. Там, где солнышко побольше, а может быть просто другой сорт сирени, тут уже можно любоваться. Мне все ее цвета нравятся. И темная сирень, и вот такая светло-розовая, и та, которая сиреневая. Она вся прекрасна. Пахнет она исключительно. Заметила большие потрясающие цветы. Хочется назвать их пионом, но такое ощущение, что это тоже какой-то шиповник или роза дикая. Я, к сожалению, не вижу никакой таблички. Но она просто прекрасна. Посмотрите. Пчелки тоже так считают. Их здесь тоже много. Пахнет скорее каким-то, да, диким шиповником или розой. Цветы громадные. Смотрите, вот моя ладонь. Размером с ладонь. Я все время слежу за розарием. Но розы, наверное, распустятся только в июне, скорее всего. Но они каждый раз становятся, кусты все выше, подрастают. Так что уже недолго ждать осталось. А мы с вами идем опять к сирене. Тут еще какой-то интересный сорт. Тоже такой розовый. И очень густо соцветия растут. Очень красиво. Так на фоне зелени. Не устаю любоваться, потому что понимаю, что в следующий раз это можно будет сделать только в мае 2001 года. 2021 года. Тут можно долго стоять и наслаждаться ее запахом. Это даже какая-то махровая такая сирень густая. Как же она прекрасная. Вот это пахнет уже немножко по-другому. Даже как-то неприятно. Рисковатый такой запах. Но цвет у нее исключительно красивый. Я тут все время хожу около закрытой оранжереи. Как этот, в виде тока да зуб не имет. Мне сказали, что где-то есть телефон, надо позвонить, и вам этот цветочек могут продать. Но телефона я как-то на дверях не нашла. А цветов выставлено очень много. И самых разнообразных, интересных. Тут разные виды традисканций. Тут какие-то тоже интересные циперусы. И чего там только нет. Но вот никак невозможно туда внутрь попасть. Надеюсь, что у нас до какого-то 9 числа карантин. Может быть, после этого уже откроют оранжереи. И можно будет прийти и что-то купить. Ну вот, такая небольшая прогулка. Очень приятная была для меня. Надеюсь, для вас тоже была интересная. И те, кто в Риге, не упускайте свой момент, шанс увидеть все это, как говорят, воочию. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok